Говорить о том, что у него одни пятерки не приходится. Это личное дело номер 901 студента Ниязова, несмотря на истекший срок давности, все еще хранится в архиве Питерского технического университета. Молодой Сапар Мурат поступил сюда в 60-м году на самый сложный факультет – теория физики. Политэкономия, теория переменного тока, иностранный язык и высшая математика ему давались не очень. Зато по философии одни пятерки. Он мыслил глобально. Среди редких документов направление на практику пионервожатым, и это объяснительная записка. Прошу выдать мне дубликат студенческого билета, так как мы и украли. Сапар Мурат Ниязов жил в общежитии, поэтому не мог не хлебнуть настоящей студенческой жизни. Сказали бы мне, что в студенческие годы, что он когда-то президентом станет или еще что-то, конечно бы я не поверил. Ну, совершенно у него, никогда у него не было, ну, так скажем, ни начальственного года, ни какого-то там, ну, зазнайства. Валерий Швец, который уже двое суток пьет в одиночестве дома, бывший друг и сосед Ниязова по комнате в политеховском общежитии. Их объединила игра в карты, разлучила жизнь. Инженер-президенту не товарищ. Он считал меня моим другом, потому что он мало с кем общался, как говорит, ну, на карточные дела дружили. Ну, приходили к нам, естественно, на ночь оставлялись, оставались и так далее. Он себе этого не позволял. После защиты дипломов они не виделись ни разу. О яркой жизни туркменского президента его питерский сосед узнавал из новостей. Сегодня состоялась встреча председателя Верховного Совета Туркменской СССР, первого секретаря ЦК Компартии Туркменистана Ниязова, с членами Республиканского Совета Старейшин. К этому моменту, когда выступления по ЦТ стали привычным делом, у Сапур Мурата Ниязова уже была богатая партийная биография. В 80-м бывший мастер ГРЭС становится секретарем Гаркома, а через пять лет уже возглавляет Центральный комитет КПСС Туркмении. Сегодня в Ашабаде открылся съезд Компартии Туркменистана. Это один из последних съездов, где Ниязов рядом с Горбачевым, еще секретарь Республиканского отделения Компартии. Через несколько месяцев скромный, но словоохотливый член ЦК объявит Туркменистане выборы и станет первым президентом Туркменбаши. Надо ли голосовать? Нет, тогда договорились. В официальной хронике Туркменбаши останется еще на 17 лет.